Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Мы довольно часто говорим о том, что фашистская Россия переплюнула своих предшественников в фашистскую Германию. И действительно, во многих отношениях, по отношению к зверствам, к мирному населению, к разрушениям и так далее, действительно переплюнули. Но есть еще один такой момент, где расисты переплюнули своих духовных наставников-фашистов. Вот послушайте только. В торговом центре Южный на Москве, на Кучково, бывшая Москва, извините меня, начали продавать ворованный украинский чернозем в мешках по 50 литров. И гарантируют расистам при этом урожай очень хороший. Значит, я вам напомню, кто последний раз то же самое делал приблизительно. Это немцы. Да, немцы во время Второй мировой войны, точно так же, как расисты сегодня, воровали украинский чернозем, снимали там целый слой и вывозили вагонами туда, на Дойшленд, чтобы там его использовать в качестве удобрения, видимо, или там подживлять свою землю и так далее, и так далее. Проходит, сколько там, 80-90 лет, и мы видим, что расисты делают абсолютно то же самое, вруют украинский чернозем. Страна вор. Вот вдумайтесь, до какой степени расисты воры украли название страны, украли историю, украли... Да что они только не украли? Обворовали все квартиры, все дома, которые здесь были, покрали все, что только можно. То есть, повыносили там, отмародерили, все, что только можно, да? А теперь они еще, значит, украли... А, детей украли? Детей сколько украли? 16 тысяч детей украли. Сейчас Путин из-за этого стал подсудимым, подследственным. Ну и вишенка на торте, ворованный украинский чернозем. А на России вообще что-то есть свое, неворованное?